Что не достаточно просто книги читать, нужно примеры же. Я помню, когда первый раз читал это, какое-то произвело впечатление на моё сознание. Такое ощущение, что я читающий Ветамлик прочитал чаще, чем любую-любовую книгу. И в очередной раз я читал, и прочитал этот комментарий, и ты такое впечатление на меня произвел. Потому что преданные неофики, начинающие, они считают, что преданное служение это что-то материальное. Либо они считают, что это что-то, что совершается посредством ума или чувств. Они не понимают, что преданное служение является беспрецедентным потоком милости Господа. И мы не кондицированы называть себя преданными. И даже просто заявлять, что мы являемся преданными, является признаком великого, большого самомнения. Поскольку быть преданным Кришне, это очень возвышенное положение. Есть пример. Однажды, Сила Прабхупада прибыл сюда. И Репортер спрашивает, Свамиджи, а Вы кто? И Прабхупада сказал, Я слуга Кришны. И сказав это, что Прабхупада сказал, Нет, я беру Свои слова обратно. Он сказал, Я пытаюсь стать преданным Кришне, слугой Кришне. Но быть, являться слугой Кришне, это очень-очень возвышенное положение. Нам нужно выйти за пределы представления, что я могу прочитать многие тома книг и после этого называть себя преданным. Или спеть множество киртонов и после этого называть себя преданным. Или, я раньше был поваром, и я готовил хорошо и многое. И вот кто-то может считать, что поскольку я могу готовить так хорошо, я преданным. Но мы должны понять, что преданное служение придет к нам, когда мы принимаем служение Бабхупада. Здесь поток милости от Кришны, приняв служение Вайшнава. Как Наратандастакур говорит. Наратандастакур говорит. Наратандастакур говорит. Наратандастакур говорит. Никто не может достичь духовного мира без служения Вайшнава. И когда Кришна увидит в нас, это удивительно. настроение, что мы хотим постоянно прославлять Вайшнава, служить Вайшнава. Никогда не хотим плохо говорить о Вайшнавах. И тогда он скажет, чало, пускай этот поток преданного служения не зайдет. Это не так, что я прочитал тысячу лекций, и поэтому я теперь сертифицированный Вайшнав. Но это на самом деле проявляется, когда я искренне начинаю служить Вайшнавам. И Кришна позволяет Дивьягьяну проявиться в наших сердцах. И вот этот Дивьягьян, божественное знание о Боге, оно дает осознание Вайшнава. Точнее, оно освещает сердце, и когда сердце освещено этим знанием, то появляется понимание, что является светом, а что является тьмой. Человек начинает осознавать, что есть реальность и что есть иллюзия. Он начинает видеть, что реально, а что нереально. Поэтому Ачарии говорят нам, что они проясняют, что из жизни в жизнь я хочу служить Вайшнавам. И мы хотим служить своим духовным учителям. И мы понимаем, поскольку мы понимаем, что если мы будем это делать, то Кришна будет удовлетворен. Если мы удовлетворяем своего духовного учителя, то Кришна доволен и мы развиваемся в духовной жизни. Если же мы не удовлетворяем духовного учителя, то Кришна не дает милости, мы не продвигаемся. Поэтому нам нужно убедиться в том, что этот процесс не является невозможным. Накапливается просто накапливанием. Потому что у нас есть твердое понимание, что процесс предданного служения это не просто накапливание количества векций, киртанов или пиров. А это служение Вайшнавам, которое мы совершаем с сердцем. Поэтому я всегда говорю, что нам следует совершать это служение так, как нас учил этому Махатрабу. Что бы мы ни делали, мы не хотим ничего взамен. Мы не хотим ни богатств, ни последователей. Мы не хотим слушать поэзию, которая описывает красоту этого мира и таким образом очаровывает нас этим миром. Мы даже не хотим освобождения. Мы хотим лишь одного. Это чистое предданное служение. И это можно обвести через посредство Хари, Гуру и Вайшнава в служение Господу через служение Гуру и Вайшнаву. Моя единственная Аша, моя единственная надежда, она находится в стопах Гуру и Вайшнава. Мы опять возвращаемся к основам. У нас во рту есть язык. И этот язык следует использовать только для того, чтобы прославлять Вайшнавов и никогда для того, чтобы плохо не говорить. У нас есть ум, и ум нужно всегда использовать для того, чтобы думать благорасположенно о Вайшнава. Совершенство осязания — это касаться тел чистых преданных Господа. Совершенство зрения — это видеть совершенных Вайшнавов Господа. Тех людей, которые отдали все свое сердце Кришне. Они могут быть еще совсем зеленые, незрелые, а могут быть и очень спелые. Понять Кришну — это что-то безопредельное. Я надеюсь, что когда-то я смогу понять что-то о Кришне. Но я уверен, что Кришна осознает, что кто-то из нас очень и очень зрелый, спелый, а кто-то еще совсем зеленый. Но я знаю наверняка, что какие бы они ни были, когда они склоняются перед Кришной и возносят Ему молитвы и произносят Его имена, Кришна принимает их в свое сердце. У каждого здесь в жизни разные вещи происходят. Вы все чудесные личности. И вы все найдены удивительными качествами. Если бы вы оставались в материальном потоке, скорее всего, вы бы достигли чего-то удивительного. Но вместо этого вы склоняете свою голову перед Кришной. Поэтому, когда мы видим Вашнавов, мы должны понимать, что это те люди, которые склоняют свою голову перед Кришной. И насколько же Кришна их любит за то, что они приняли этот революционный вызов. И, как следствие, мы никогда не должны делать ничего, что могло бы обидеть или оскорбить Вашнавов. Когда мы здоровы к нашему сознанию Кришна, можно сказать, что мы являемся частью здорового дерева. Вот дерево, например, во дворе, там много больших ветвей, разных побегов, и оно дает большую тень. Но что происходит, если ветка одна из веток пересыхает? Она отпадает. Она отпадает. Поэтому нам нужно быть очень внимательными, чтобы не сделать ничего, что привело к тому, что мы высохнем и отвалимся от дерева Господа Чайтани, которые основаны на Харинами и служении Вашнава. Спасибо вам всем большое. Я думаю, что Сита сказал, что первый год был плохой, а второй год был еще хуже, а потом появились возможности с Кандарта. Я с ней на 100% согласен. Но конечно.. В disagreедement не очень recentен. Я panelist всегда спрашиваю, что если захот т crime должна고요, то лучше в брендавоне лечение. Если ты не заболеешь COVID-19, то лучше заболеть в Вариндаве! Если вы захотите, то лучше заболеть в Вариндаве по вариндаве! Если уж тебе и суждено сгорать от жары летом, то лучше уж это делать у Гриндама. Когда у него была лихорадка Денге, то он без сознания был еще дольше, чем когда у него COVID был первый раз. Но лучше уж с этим находиться здесь, в Гриндаме, чем где-то еще. И когда я оказался здесь, вот в первый год локдауна и карантина, здесь был просто экстаз, потому что не было никакого шума. Как будто бы Гриндама на 55 лет назад вернулся. И вот мы проводили пуджу, повторяли джапу, я давал лекцию, потом я, Ширчан и Махаван, мы здесь на заднем дворе делали упражнения. Для всего мира это было плохо, но для нас это было блаженством. Но потом, в втором году, я думаю, это было ужасным для меня. Но вот второй год, он для меня просто кошмарный был. И это было такое, как испытание. И Кришна посылает нам эти испытания, и нам нужно зависеть от Вашнавов и от его милости. И я еще раз приношу изменения, что у нас не получилось собраться в полное место. Но я просто переживаю о том, чтобы не заводить кого-нибудь.